Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем видео я расскажу, как я попала на передачу Мастер-Шеф или как никогда не говори никогда. Дело в том, что эту передачу очень любила моя мама и моя дочь. Мама, когда к нам приходила, она смотрела передачу Мастер-Шеф взрослые. А Анечка моя смотрела передачу Мастер-Шеф дети. Она включала вот здесь по ютубу, она включала эту передачу и смотрела не отрываясь. А мама смотрела в комнате, причем она включала очень громко. И вот так, знаете, проходя из одной комнаты в другую, из второй первую, я видела, что Мастер-Шеф взрослые, а тут Мастер-Шеф дети. И почему-то я попадала на те моменты, когда люди друг друга грубили, хамили, какие-то заговоры я слышала, какие-то нецензурные слова, запикывания я слышала, что-то там делили, что-то подстраивали, какие-то козни. И я так думала, боже мой, что за передача, что за люди. Это там специально такое общество собирают, где люди ругаются, подставляют, еще и готовят, как можно готовить еду в таком настроении. Тогда я так подумала, и у меня осталось не очень, знаете, такое приятное впечатление об этой передаче. Когда моя мама говорила, Карина, посмотри, такая передача, такая передача интересная, ты что? Я говорю, мама, ты что? Я не буду никогда смотреть эту передачу. Никогда я не буду смотреть эту передачу. Слышите, я уже не говорю о том, чтобы поучаствовать. Ну, Анечка смотрела. В один день она мне попросила, говорит, мама, там будут проводить кастинг на Мастер-Шеф дети. Я бы хотела поучаствовать, попробовать. Ну, знаете, всякие эксперименты в жизни моих детей я, в принципе, поддерживаю. Если они не смертельные, там, анализирую эти ситуации. Если они не смертельные, я иду им навстречу. Я согласилась, мы позвонили, нашли номер, позвонили. И я говорю, можно записать дочку? На что мне ответили, что сейчас нет кастинга на Мастер-Шеф дети. Проводится сейчас кастинг на Мастер-Шеф взрослые. Не хотите ли вы поучаствовать? Я говорю, нет, нет, спасибо, вы что? Мы подъедем тогда, когда будут Мастер-Шеф дети. Кастинг. Тут моя Анечка надо мной взмолилась. Мама, мама, ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я хотела бы, может, его участвовать, а я бы хотела посмотреть, какая там передача, какая там атмосфера. Ну, проникнуться ей, чтобы быть более подготовленной, когда придет мое время участвовать в кастинге. Я так подумала, ну, почему бы нет? Я периодически вывожу детей в Киев. Знаете, мы провинциалы. Я живу в маленьком городке. Сама я из большого города. Но когда приехала в маленький город, я вот увидела, что здесь нет транспорта, здесь нет трамваев, метро, троллейбусов. И стала замечать, что некоторые детки, вот в больших городах, я замечала, как они пугаются эскалатора, знаете, не знают, куда вот жетончик кинуть. Они так нерешающе проходят через этот барьер. И чтобы как-то избежать этой участи своих детей, я их периодически вывожу так. Снимаю какие-то квартиры или недорогие отели. И мы на 2-3 дня ездим в большие города, крупные города, где есть театр, где есть аквапарки. Ну, так просто гуляем и ходим. И я подумала, что пришла пора уже моей Анечку повезти. Мы как-то с ней ездили. Ну, 2-3 раза в год мы ездим. Я говорю, хорошо, Анне, мы узнаем, какая постановка есть в театре Апереты. Там еще и аквапарк мы хотели посетить. И совместим эти дни, день кастинга и день наших развлечений. И тогда поедем. Все это уточним. Меня записали на определенный день. На тот день я заказала билеты в театр. В аквапарк тоже мы наметили. И испекла я... Мне девушка сказала, что нужно что угодно испечь, что душе угодно, только не жидкое. Я испекла самсу. Я люблю самсу с мясом. Чапабили. Чапабили – это маленькие чебуречки. И мы поехали. Во-первых, это очень удобно в дороге. Во-вторых, думала, если по каким-то причинам я не зайду в эту комнату, где проходят кастинги, то мы просто останемся нам, это мы покушаем. Приехали мы. Утром рано я была Энне. Энне по очереди. И я заметила, что туда приезжают женщины второй раз, третий раз, четвертый раз. Кто-то прошел сотку, не дошел до пятьдесятки. Кто-то прошел пятьдесятку, не дошел до тридцатки. Кто-то вообще еще раз. Каждая вторая – это женщина. Да, там женщины как раз в тот момент были. Каждая вторая – это неоднократно туда приехали. Первый раз это я приехала, по-моему. Еще там одна девушка была. И я когда увидела, какие шедевры, шедевры туда привозят, шедевры, буквально они вот, блюдо маленькое, положили такую большую коробку, и так, чтобы, знаете, случайно не соприкоснулось, что-то там не слетело. Я была удивлена, я думаю, ну, удивлена, я думаю, а как же мои, что попили мои самсаны, так просто и бедно выглядели. Это было очень вкусно, но очень просто. Я так быстро положила на тарелочку, накрыла полотенцем, чтобы никто случайно не видел. Тарелку можете туда не брать с собой, там есть посуда, на которую в итоге просят переложить ваше блюдо. Вы можете в коробке что-то это положить, в какой-то бокс. Единственное, что я заметила, что женщины вот так приходят, знаете, видно, что только с поезда приехали, вот они всю ночь думали, переживали, шедевр приготовили, но, знаете, что они забыли, вот я там двоих увидела таких, они забыли просто элементарно покрасить волосы. И вот так седина просто была видна. Думаю, нет, ну, как-то, наверное, так не стоит приезжать на кастинг, всё-таки нужно приготовить вкусную еду, но и себя в порядок тоже надо привести, как-то это всё-таки взаимосвязано. Красивый человек должен красивую еду готовить. Так, если вы знаете, лёгкая заметка была. Я смотрю, заходят люди, выходят через 5 минут, заходят, выходят через 7 минут, очень быстро выходят, думаю, надо же, как быстро они выходят. И все выходят такие красные, взволнованные, у некоторых прям такая красная-красная горло и грудь, уши, щёлки. Думаю, боже мой, что же с ними там делают? И пришла моя пора, я зашла, увидела очень милую девушку, Сашу, это журналист, сидела рядом, оператор. Девушка Саша, журналист, очень умная, талантливая девочка. Если кому-то интересно, у меня есть фотография с ней в Фейсбуке, и над этой фотографией пост. Я написала вот этот момент, весь фрагмент, как я туда зашла, я описала его. Кому-то интересно, прочитайте. Ну, стало на меня спрашивать, кто, что, откуда, обычные вопросы, расскажите какой-то интересный фрагмент с вашей жизни. Я рассказала один фрагмент с моей жизни, как, знаете, мне пришлось взять жизнь, останавливать коней на скаку буквально. Ну, так получилось, я как-то потом расскажу. Мне кажется, этот фрагмент моей жизни их сразил, а может быть нет, не знаю. Ну, я очень быстро для меня пролетела время, а оказалось, я там была час. Час я там была, представляете, как сказала моя Анечка. То есть не пять, не семь минут, как другие. О чем я там говорила? Я была в ударе, у меня было хорошее настроение. Переди у нас аквапарк, потом Макдональдс, потом театр. Было мне очень приятно, такой переди прекрасный день. И я, видимо, на эмоциях что-то рассказывала. Ну, в какой-то момент я поняла, что оператор, он говорит, оператор тоже смеется. Я увидела, что оператор тоже смеется. Если честно, я даже не могу вспомнить, что я толком рассказывала. Так было давно. Ну, что-то, видимо, интересное. Не помню. И единственное, что хочу посоветовать, если вы туда идете, будьте естественны, будьте искренними. Ничего из себя не стройте ни в коем случае. Ничего не придумывайте. Не старайтесь приукрасить какие-то свои черты характера. Это все очень видно, это чувствуется. Они там все прожженные, они там все опытные. Они сразу все видят, слышат, чувствуют. Ни в коем случае. Будьте таким, каким вы на самом деле являетесь. Скромным, значит скромным. Будьте. Стеснительным, значит стеснительным. Ну, будьте самим собой. Можете представить, что это не журналист какой-то. А вот ваша подруга, которая сидит на кухне. Вот. Но они сказали, что он мне перезвонит. Они сказали, что он мне перезвонит. Я когда вышла, я что-то такое почувствовала. Знаете, девушка, которая дальше стала меня спрашивать, уточнять мои данные. И фотографировать меня с этим листком, с номером. Она как-то особо дотошливо меня спрашивала. Она сказала, вот если ваш телефон, например, не будет отвечать, куда можно еще позвонить? Я дала телефон мужа. Как-то я так себе потом этот моментик вспомнила. Ну, думаю, ну, а какая почта? А точно ли такая почта? А какой еще номер вы можете дать, чтобы с вами связаться? Ну, немножко мне это так... Я потом, когда вспоминала, я поняла, что не зря она так это спрашивала. Уточняла все. Через... Прошло два месяца. Они так и сказали, через два месяца мы вам перезвоним. Прошло два месяца. Мне перезвонили, сказали, поздравляем, Карина, вы попали в сотку. Это с канала Мастерши, вы попали в сотку участников. Я на что сказала, нет, вы что, я не собираюсь участвовать. Я вообще начала рассказывать историю про Анечку и так далее, и так далее. На том проводе мужчина сказал, как, ну, нет, вы должны участвовать. Это же в сотку. В сотку попали. Тогда было количество 17 тысяч, по-моему, человек или сколько. В итоге там было 22 тысячи человек. На Мастершиевсе подали заявку 22 тысячи человек. Вот нас выбрали. Двадцатка была наша из 22 тысячи человек. Ну, я сказала, хорошо, я подумаю. Через два дня мы поехали в Черногорию. Я уже забыла об этом. Звонит, у меня такой телефон, знаете, простой. Вайбера нет на нем. А мы уже стали звонить, сказали, что вот Карина должна прибыть на сотку такого-то числа. Ну, что я так подумала, знаете, я сначала не хотела. А Азад сказал, ну, а почему бы нет, почему бы нет, попробовать давай. Нам, тем более, мы занимаемся, ресторанный бизнес у нас, мы немножко отстали. У нас нету каких-то новинок, идеи. Все по старинке. Давай попробуй. Ну, я решила попробовать. Я решила попробовать. Поехала я на сотку. Вы там уже видели, мы варили борщ. Когда мы ждали, нас граммировали, я была очень обескуражена контингентом. Там были разные люди. Были скромные, нескромные, веселые, грустные, активные, неактивные. Кто-то красиво выражался, кто-то нецензурно. Ну, такой, знаете, компотик был такой. И я тогда на том моменте сдружилась с Валентиной, с Вадимом. И вот как-то Наташа уже появилась на горизонте. Наташа Чуприк, она уже появилась там на горизонте. Она как-то около нас вот так находилась. Мы тоже все вот четвером подружились. Ну, так вот борщ был. Борщ, это было три этапа борща, как вы помните. Я попала на подиум. С первого этапа меня уже Эктор отобрал. Это не показали по телевизору. Я знаю, почему не показали. Потому что все, кто с первого этапа он отбирал, это редко кто там находился, потому что надо было второй, третий этап пройти. Кто с первого этапа попадал, они все прыгали, смеялись, обнимали Эктора. А знаете, как у меня происходило? Он говорит, Карина, вот то да сё, то да сё, вы на подиум можете пройти. Я говорю, да. Он говорит, спасибо. И пошла. Спокойно себе пошла. Это настолько, видимо, было неинтересно, что это даже не показали. Вообще первое время я думала, что там даже меня нет. Ну а Мастер-шеф, знаете, для меня это очень сложный, интересный проект. Это с одной стороны сказка, а с другой стороны это ад. Ад, потому что это очень тяжело, очень сложно. Сложно физически, сложно морально. Даже неизвестно, что на первом месте. Физически сложно это или морально сложно. Но для меня это наполовину ад, наполовину сказка. Сказка, потому что, во-первых, мне очень повезло. Но я не увидела тех людей, которые я краем уха, краем глаза слышала и видела то, что моя Анечка и моя мама смотрели. У нас были какие-то размолвки, но это всё было на достойном уровне. Ну, может быть, какие-то моменты были. Я просто их не видела. Я не хотела видеть. Но в основном у нас очень дружная двадцатка. Ребята все прекрасные. Со всеми у меня хорошие отношения были. Ну, были там какие-то шероховатости с некоторыми. Но это было поначалу, когда меня не понимали. А в дальнейшем просто для меня это сказка и ад. Если меня спрашивают, ну, что для тебя, мастер-шеф? Я говорю, мастер-шеф – это сказка и ад. Но ад, который, знаете, все сложности забываешь же потом. И остаётся просто приятное впечатление. Кто хочет попасть на мастер-шеф, он не должен сидеть и думать. Вот в этом году я вот это научусь, это научусь и это научусь. А потом я пойду. Нет. Если вы хоть что-то умеете, вы идите. Умеете пирожки печь? Испекли пирожки и пошли. Умеете какое-то что-то лёгкое, простой салат сделать? Значит, сделайте этот салат, приготовьте и идите. Там больше вы должны проявлять себя как участник, который хочет участвовать в этой передаче. А тогда вам помогут, вам подскажут, вас возьмут, если увидит вас интересную личность. Не нужно бояться, не нужно думать, что там все звёзды. Нет, там все простые люди. Это потом уже как-то звездой становится. И там учат. Научат вас тому, чему вы не знаете. Или создадут условия, где вы вынуждены будете научиться. Потому что идти на конкурс и ничего не знать – это полный провал. Вы там будете учиться с утра до вечера. Или вас будут учить. Или вы будете учиться, приходя домой. Это новые друзья, новые увлечения, новые красивые и интересные, а может быть иногда и тяжёлые моменты в жизни, о которых вы не забудете и будете вспоминать всегда. с огромным таким теплом, с огромной радостью и теплом. У меня во всяком случае так. Так что не надо ждать, чтобы научиться тому-то или тому-то или тому-то. Ещё год, ещё два. Идите, пробуйте. Если не получится, проведёте на следующий год. Ещё год. Можно каждый год ходить, ездить туда и пробовать. Не бойтесь, не волнуйтесь. Будьте самим собой. Я думаю, что у вас много получится, если вы будете самим собой и вы будете очень сильно ходить. Так что много не думайте, а просто делайте. Всего вам хорошего. Удачного вам дня или вечера, кто когда там смотрит. Или утро у кого-то. А, да. Вот эта фраза. Не забудьте подписываться на мой канал и ставить лайки. Мне это очень важно. Всего хорошего. До свидания. До свидания.